Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В крае защитят обманутых дольщиков. Для помощи пострадавшим от недобросовестных застройщиков создана координационная группа. В Сочи завершается празднование Дня города. Финалом стали торжественный молебен митрополита и чествование лучших в своей профессии. В Сочи прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу. Талисман турнира «Волк Забивака» отметил это полетом. Сто протоколов за один день. Таковы итоги профилактической операции «Тонировка». Общественники высказали свои предложения, как улучшить качество повседневной жизни и решить экологические проблемы. Эти и многие другие проекты активистов регионального общероссийского народного фронта обсудили в Краснодаре. Участие в конференции принял глава региона Вениамин Кондратьев. В частности, на встречу говорили о развитии городской инфраструктуры, переработке мусора, ремонте дорог. По мнению губернатора, в решении большинства вопросов активисты ОНФ могут стать помощниками власти. И предложил представителям общественного движения подключиться, например, к работе по формированию стратегии развития региона. Это самое главное для нас, для власти, для меня как губернатора, чтобы была не просто какая-то оголтелая передача ситуации, которую мы и так все знаем, негативной ситуации, а конструктивное предложение, как эту ситуацию сделать позитивной, как ее разрешить. Вот это принципиальный подход, который должен быть у каждого, кто сидит в этом зале, и вот только тогда мы достигнем этого консенсуса и гармоничного развития в целом обществе. Здесь неоценимая работа и помощь должна быть общероссийского народного фронта. Вы должны это видеть, чувствовать даже где-то, слышать от людей и на самом деле вовремя реагировать. И здесь я вас буду слышать и тоже вовремя реагировать. Тогда никакая ситуация не будет запущенной. Вот и все, давайте думать. Приоритеты мы должны вместе с вами выбрать. Куда мы пойдем, куда мы вложимся, в какие отрасли экономики или подотрасли будем развивать. Примеры такой совместной работы уже есть. Это, в свою очередь, отметили и сами общественники. Так, например, удалось решить некоторые социальные проблемы. Мы смогли решить проблему 555 многодетных семей. Тех, кто получил земельные участки под строительство жилых домов в станице Старокурсунская. Мы очень долго бились самостоятельно. И если бы не ваше вмешательство, мы бы, наверное, бились до сих пор. В конечном итоге многодетные семьи получат доступ к электроэнергии и, наконец, смогут строить свои дома. Напомню, что общественное движение создали в стране по инициативе Владимира Путина 6 лет назад. В Краснодарском крае местное отделение ОНФ работает с 2013-го. Сейчас в рядах региональных фронтовиков около 10 тысяч человек. Более 200 миллионов рублей потратят на строительство спортивных залов на Кубани. Деньги выделят из краевого бюджета. Постановление сегодня подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Спорткомплексы появятся в 12 городах и станицах. Все площадки будут в шаговой доступности. Семь спортивных залов построят в ближайшие два года в Армавире, Кавказском, Крымском, Новокубанском, Славянском, Тимошевском и Успенском районах. Краевые субсидии получат и еще пять муниципалитетов. Там строительство комплексов для занятий физкультурой начнут в 2018-м. Это Абинский, Абширонский, Ейский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы. Все залы возведут в едином стиле. Разработать типовые проекты Вениамин Кондратьев поручил летом этого года. Так в каждом спорткомплексе оборудуют игровое поле для занятий мини-футболом, баскетболом или волейболом. На Кубани защитят обманутых дольщиков. Сегодня для помощи людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, создали специальную координационную группу. В нее вошли прокурор края, начальник полиции, а также руководители управления ФСБ и Следственного комитета. Возглавил рабочую группу Вениамин Кондратьев. Эта координационная группа в рамках своей компетенции будет давать оценку каждому чиновнику или представителю строительного бизнеса, если его действия повлекли нарушение прав дольщиков. По-другому не нужно заходить на рынок долевого строительства. Не нужно. Потому что проблема... Каждый застройщик должен понимать проблему, чтобы он себе не создавал ни себе, ни людям. Координационная группа по защите прав дольщиков займется каждым проблемным домом, пообещал глава региона. Также для помощи людям, купившим квартиры в долгостроях, создана общественная организация «Кубаньстройнадзор». В нее можно будет обращаться за поддержкой в решении спорных вопросов. Ну а строительство ЖК «Курортный» в Сочи завершит новый подрядчик. По заверению застройщика Юрия Аганяна, дольщики смогут заехать в свои квартиры в начале второго квартала 2018 года. Об этом стало известно на встрече дольщиков с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко и главой города Анатолием Пахомовым. Застройщик ЖК «Курортный» Юрий Аганян пояснил, что в ближайшие дни планируется подписание договора с новой строительной организацией. По соответствии с подрядной организацией «Залом Строинтернешнл», с сегодняшнего дня генеральным подрядчиком объекта является «Кутана Компания». Сдавать дома решено поэтапно. В первую очередь 22 дома. Они, к слову, по документам должны были быть сданы еще в 2016-м. Те дольщики, которые вложились в квартиры из других домов, отметили на совещании, а всего их планируется построить полсотни, смогут обменять свои квадратные метры. Всего же свои средства в ЖК «Курортный» вложили порядка 430 дольщиков. Необходимо в первую очередь решить вопросы с людьми с дольщиками. Их можно решить только путем ввода в эксплуатацию, в первую очередь из правительства. Это тот минимум, который необходимо выполнить для реализации всего проекта. Поэтому, чтобы снять проблему дольщиков, в первую очередь необходимо с ними заключить дополнительные соглашения. Второе. В срочном порядке нужно получить их условия на подключение к воде и свету. Еще одна из первостепенных задач – это затянувшаяся проблема с водоводом на улице Медовая. Вследствие последних процессов на протяжении 2013-2017 год происходит регулярный разрыв линии водоводов. Только в течение 2015-2017 года произошло 7 высот аварий на указанных водоводах. Вследствие чего на длительное время, от нескольких часов до нескольких дней, значительная часть Азербурга Хостинского района находится без воды. Застройщик заверил, что исправит ситуацию. Работы на водоводе уже близки к завершению. Затраты на аварийный ремонт водовода он берет на себя. Строительство этого жилищного комплекса, как и всех остальных подобных объектов, находится на контроле у представителей города и края. Администрация Сочи регулярно проводит встречи застройщиков, представителей ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры. Главная цель, чтобы люди, вложившие свои средства в долевое строительство, смогли как можно скорее вселиться в свои квартиры. Далина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. Сегодня в Сочи завершается празднование Дня города. 21 ноября – православный праздник – собор Архангела Михаила. Именно он считается небесным покровителем нашего города. Поздравить сочинцев приехал лично митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор. Имя Михаила Архангела носит и главный храм Сочи. Сегодня здесь престольный праздник. Рано утром в церковь пришли празднично настроенные верующие. Пока ждали прибытия митрополита, поздравляли друг друга и с православным днем, и со светским днем города. Сегодня день святого Архангела Михаила. Он считается покровителем нашего города. А этот храм построен честь и честь. Бастик с праздником. Всего вам хорошего. Митрополит Эксидор тепло поприветствовал всех собравшихся и возглавил торжественную службу, которая по традиции проводится в престольный праздник в каждом храме. У православных в этот день каких-либо особых обычаев нет. Однако верующие с большой радостью ожидают гостей. Да и сами обычно старались сходить в гости. Тем более, что все необходимые сельскохозяйственные работы к этому времени уже заканчивались. А уже 28 ноября начинается Филиппов пост, который подготавливает верующих к радостной встрече Рождества Христова. Под парусами успеха лучших в своей профессии накануне назвали в Зимнем театре. Словно корабль, плывущий по волнам надежды и веры, город Сочи устремляется в свое счастливое будущее. Сцена Зимнего театра стала импровизированным бортом корабля. За штурвалом мэр Анатолий Пахомов отметил, что в жизни курорта важен каждый человек – от простого рабочего до руководителя. Ведь именно совместная работа на благо родного города ведет к успеху. В жизни нашего любимого города Сочи происходит множество масштабных событий. Практически еженедельно в городе проходят крупные всероссийские и международные мероприятия – спортивные, культурные, деловые. И во многом от их подготовки и проведения чистоты и благоустроенности города, атмосферы гостеприимства, которые мы создаем с вами, напрямую зависит престиж нашей Родины. В день города, подчеркнул Анатолий Пахомов, принято дарить подарки. 39 сочинских врачей, учителей, работники отрасли культуры и молодежной политики, сотрудники правоохранительных органов получили ключи от квартир. Помимо материальных поощрений, лучшие мастера своего дела получают главную награду – признание сочинцев. Торжественная церемония награждения началась с присуждения звания почетных гражданин города. Золотые памятные значки, ленты и удостоверения получили руководитель сочинского мясокомбината Нина Барская и заслуженный врач России, возглавляющий санаторий «Правда» Валерий Скляренко. В этом году на курорте учреждена и книга почета. В нее уже внесены больше десяти имен. Это известные в городе руководители организации, учителя, врачи, ветераны, а также работники культуры и журналисты. В историю города вошли первый диктор сочинского телевидения Алла Журавлева и автор программы «Однажды в городе» на телеканале ФКТ Людмила Ищенко. На сцене Зимнего театра свои награды за трудовые успехи получили более 20 человек. Подвели и итоги городского конкурса профессионального мастерства. По его результатам определены лучшие банкиры, строители, тренеры, врачи, инженеры, повара и работники социальной отрасли. В туристической сфере отметили работу Аванеса Роганяна. Такого рода мероприятие, когда нас отмечают, когда обращают на нас внимание, конечно, помогает нам реализовываться и развиваться дальше. То есть к чему-то стремиться ставить новые планки, новые цели и достигать их. Без помощи города добиться результата в работе было бы трудно, отмечают практически все специалисты. В прошлом году водитель автобуса первого класса Андрей Муселимян стал лучшим водителем в крае. Теперь его выбрал город. Чувство, конечно, замечательное. Водителей очень много и всего из этого количества получил это место я. Выбор был честный, я думаю, люди сделали свой выбор. Я рад безгранично. В нашей успешной работе, конечно, помогает город, обеспечивает нас техникой. Мы очень рады, благодарны городу за эту помощь. По результатам конкурса, который проходил на сайте changesochi.ru, звание лучшей профессии получила и заведующая женской консультацией, врач-акушер 4-й городской поликлиники Анна Бондаренко. Хотелось бы поблагодарить за поддержку, в первую очередь, наших пациентов, за высокую оценку нашего труда, за оказанное доверие коллег, благодаря которым мы всегда стремимся стать лучше. Свои награды также получили лучшие воспитатели, ресторатор, учитель и ведущий. Мэрия намерена такие конкурсы сделать традиционными. Ведь главная награда и стимул для специалиста – искренние слова «спасибо, вы лучший» от своих же земляков. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи прогнозируют сильный ветер и мокрый снег. Синоптики предупреждают о резком изменении погоды на курорте. Ожидается усиление ветра до 20, а в горной местности до 25 метров в секунду. Температура понизится до плюс 5 градусов. Сочинцев просят воздержаться от поездок в горную местность, а водителям настоятельно рекомендуют поменять летнюю резину на зимнюю. Прогнозируется и резкое повышение уровня рек. Впрочем, к таким сюрпризам погоды все городские службы полностью готовы. Снегоуборочная техника переведена в состояние повышенной готовности. Ухудшение погоды ожидается сегодня со второй половины дня. Пойдут обильные дожди с усилением осадков в виде дождя, а в горной части в виде мокрого снега с налипанием. Поэтому вполне возможны и перебои с электроэнергией. К другим новостям. В Сочи прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу, который с 9 сентября начал самый длинный национальный тур в истории. За 123 дня он преодолел более 27 тысяч километров, сменил 11 часовых поясов. И теперь легендарный трофей на нашем курорте. Сегодня его встречали в парке экстремальных развлечений. И там побывала и наша съемочная группа. Со смотровой площадки самого экстремального небесного парка на троллее практически со скоростью футбольного мяча в ворота прилетает волк-забивака. Его приезд ознаменовал старт церемонии приветствия официального Кубка FIFA 2018. После уже заняв места в амфитеатре, больше трех тысяч человек с нетерпением ждали появления легендарного трофея. Екатеринбуржев Яков Зубов специально приехал в Сочи, чтобы увидеть и сфотографироваться с мировым футбольным талисманом. Вот такой вот шанс, мне кажется, выпадает один раз в жизни. И я рад, что я приехал в такое время. 14-го? И стал участником этого трофея. Хорошо, а где будет играть? Трофей из чистого золота весом 6 килограммов 142 грамма, представляющий собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар, существует с 1974 года. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира. Причем команде навечно он не передается, его заменяют позолоченной копией. Поэтому оригинальный трофей находится за стеклом. Во время церемонии с приветственными словами гостям парка обратились представители FIFA и мэрии курорта, а также заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Экспартаковец отметил, что вера в национальную команду есть и всегда будет у россиян. Несмотря на ряд последних неудач, наша сборная по футболу все же старается играть на уровне. Тем не менее, небольшая оговорка Ловчева была воспринята, как говорится, по Фрейду. Я от вас им передам, если они сыграют бездарно, как с Аргентиной, сбросим их вон там вот вниз головой. Дай бог, чтобы наша сборная играла, как она играла с Аргенти... с... по Фрейду. Ошибочка, правильно? Так, как она играла с испанцами, потому что это Любу дорого было смотреть. Всего в этом году Кубок Чемпионата мира побывал в 16 городах России. В Сочи завершилась первая часть его тура. На курорте трофей пробудет 6 дней. Сначала Кубок будет находиться в главном медиа-центре в Олимпийском парке, затем в школе Олимпийского резерва в Лазаревском районе. А 25 и 26 ноября его выставят на площади флага у мэрии. В городе же продолжается подготовка к турниру. В июле месяце 2018 года у нас еще появляется фан-фест, фестиваль болельщиков. Это достаточно большое мероприятие, которое в течение месяца на площадке Южного Мола будет проходить ежедневный показ футбольных матчей за исключением 8 дней выходных вообще в Чемпионате мира. И ежедневно будут у нас различные звезды российской эстрады, творческие коллективы Краснодарского края, города Сочи выступать. Это будут различные интерактивы. С января по апрель Кубок отправится в международное путешествие по 50 странам шести континентов и вернется в Россию в мае. Его встретят жители восьми городов. Завершится тур в Москве непосредственно перед стартом Чемпионата мира по футболу. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел форум экскурсоводов. Провела его общественная организация экскурсоводов и гидов-переводчиков. На повестке дня обсуждение повышения качества предоставляемых услуг. Экскурсовод – лицо города-курорта. Во многом его глашат. И от компетенции людей этой профессии зависит общее впечатление гостей Сочи. Рассказывать о достопримечательности – навык непростой. Необходимо обладать обширными гуманитарными знаниями. Константин Затулин стал почетным гостем форума по признанию самого депутата Государственной Думы. И ему иногда приходится выступать в роли экскурсовода. Встречая гостей из разных регионов страны, он рассказывает дружеской обстановке о своем городе. У каждого города есть свои специфики. А наш город – это город-курорт. Поэтому от того, как хорошо, как правильно, справедливо и интересно будут рассказывать экскурсоводы гостям нашего города, от этого зависит, как сами гости будут к нему относиться. Насколько они будут понимать, что здесь происходит, как город живет и так далее. А теперь депутат Государственной Думы Константин Затулин и вовсе получил официальное подтверждение своих знаний экскурсовода. Решение нашей организации. Константин Федорович Затулин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, принимается в почетные члены общественной организации экскурсовода выгода переводчика. Экскурсионная деятельность является важной составляющей курортного бизнеса. Поэтому администрацию города регулярно проводят проверку работы экскурсоводов. К сожалению, не раз выявляли банальное незнание истории города. Было принято решение консолидировать усилия, собрать всю экскурсионную отрасль в едином форуме, для того, чтобы дать возможность им понять, что сервис должен не только находиться на определенном высоком уровне, но также и развиваться. Для того, чтобы стать экскурсоводом, необходимо получить аттестацию. Также нужно постоянно проходить повышение квалификации. Подтверждать свои знания необходимо раз в три года. Поможет в просвещении экскурсовода в Сочинский государственный университет. Совсем скоро здесь должен появиться методический кабинет для обучения экскурсионному ремеслу. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ. 100 протоколов за один день. Таковы итоги профилактической операции «Тонировка», которую проводят сочинские полицейские. Основная цель операции – выявление автомобилей, тонировка стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа. В соответствии с техническим регламентом не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор водителю. По ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние и боковые – не менее 70%. Здесь 23. Усиленные рейды прошли во всех районах города. Только за один день было составлено более 100 административных материалов в отношении водителей, которые допускают нарушение правил тонировки автомобильных стекол. Нарушителям не только выписали штраф, но и предложили тут же на месте снять тонировку. В целом, с начала года сотрудниками госавтоинспекции Сочи составлено свыше 10 тысяч административных протоколов за управление транспортом при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация запрещена. Микрорайон «Голубые дали» благоустраивается благодаря помощи местных депутатов и активному взаимодействию с Советом ТОС. В этом году на благоустройство микрорайона депутатами 4-го Кудепстинского избирательного округа Остринским, Медведевым и Савиным выделено 9 миллионов рублей. Подробнее Елена Всецина. Сейчас здесь очищают территорию, которая долго была в запустении. Через нее людям будет удобнее ходить в часовню святителя Спиридона Тремифунского. К тому же уже начинается строительство нового храма, поскольку существующие здания не вмещают всех желающих. Это была запущенная страшная площадка, такая же, что тут пройти было страшно, а вообще люди все равно здесь ходят. Теперь ее взялися наш депутат Максим Анатольевич, приводят в порядку. Это будет просто скверик такой прогулочный, поставят фонари, будет тут замечательно, конечно. Помогли депутаты городского собрания Сочи перенести детскую поликлинику в новое здание. Теперь педиатрическое отделение 4-й круглой больницы может принимать 25 тысяч детей. А для них в районе настоящие раздолья. Практически у каждого дома детские площадки. Две из них выполнены по наказам избирателей депутатом Максимом Медведевым. Отличаются они наличием специального покрытия и игровыми тренажерами. Освободилось и муниципальное помещение паспортной визовой службы. Теперь здесь, по инициативе депутатов городского собрания Сочи, с нового учебного года начал свою работу филиал муниципального центра дополнительного образования «Ориентир». Его внутри отремонтировали за счет средств депутатского фонда. Ребята занимаются в различных кружках с 5 лет и до 18 направления от пришкольной подготовки до электротехнических и художественных секций. Нам дали дополнительное здание к нашему центру, которое расположено на улице Демократическая, 43. То есть основное здание там. Это, как мы называем, наш небольшой филиал. Дали нам его в 2015 году. И вот в течение двух лет с помощью только депутатов мы смогли сделать ремонт и начать образовательный процесс с 1 сентября 2017 года. В целом, весь микрорайон удивляет своей ухоженностью. Здесь и розы, и саду, и цветы на балконах. В сквере гуляют мамы с колясками и люди старшего поколения. Сами депутаты городского собрания Сочи признаются, многое зависит от самих жителей. Если они сами приучены жить в чистоте, то и от младших будут требовать того же. Данная работа будет продолжаться в четком взаимодействии с нашими избирателями. Мы получаем много наказов, получаем много пожеланий. В этой части мы их отрабатываем совместно с администрацией района, отрабатываем совместно с нашим территориальным общественным самоуправлением, с нашими активистами. А ТОС «Голубые дали» – это 20 тысяч жителей. Кстати, на краевых и городских конкурсах он при поддержке депутатов городского собрания Сочи неоднократно побеждал. Наградой были субсидии с края для дальнейшего благоустройства территории ТОС. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В честь Дня города сегодня в Сочи прошла и очередная благотворительная акция, в рамках которой юные сочинцы прошли обследование в медицинском центре. Сдачу дорогостоящих анализов по традиции организовала городская общественная организация «Лига женщин. Мост. Добра». Список пациентов, нуждающихся в обследовании, сформировали городские поликлиники. В него попали юные сочинцы самых разных возрастов, не похожие у ребят и диагнозы. У кого-то рецидивирующий бронхит, у кого-то гиперплазия щитовидной железы. Пришли сдавать анализы в рамках благотворительной акции и ребята с медицинским заключением склеротический ренит, герпес, атопический дерматит. А вот у восьмимесячного Андрея врожденный порог сердца. И после операции часто болеющему малышу показан регулярный анализ крови. Была необходимость, потому что у моего ребенка врожденный порог сердца. Такая возможность редко в наше время выдается. Очень хорошая организация, помогает деткам. Спасибо большое. Сами анализы очень дорогие, очень дорого обходится нам это все. Поэтому решили воспользоваться такой возможностью. В медцентре «Армед», с которым Сочинская лига женщин сотрудничает с начала своего образования, берут не просто общий анализ крови, а проводят дорогостоящие исследования на аллергическую составляющую, гормоны и наличие в организме детей вирусов, в том числе герпетического Эпштейн-бара. Может быть, даже вот этот незначительный, казалось бы, укольчик сдачи крови может принести ребенку точную постановку диагноза. Хочется, чтобы детям помогли, ну, чтобы никаких особых недугов не определили. Пусть это будет просто профилактическая сдача крови. Анализы в рамках благотворительной акции, организованной общественной организацией «Лига женщин МОЗ Добра» пациенты сочинских поликлиник сдают не впервые. Что же касается «Армеда», то медцентр помог организовать в городе не одну полезную акцию, в числе которых и благотворительная операция от ереванских специалистов челюстно-лицевой хирургии для юных сочинцев с патологиями лица. В этом году нашу деятельность оценили очень высоко. Со стороны мэрии города мне была вручена медаль «Меценат» города Сочи. И это не только воодушевляет, но и обгазывает на новые подвиги. Для Елены Чайковской, прославленного тренера по фигурному катанию, участвовать во всех мероприятиях, организованных городской лигой женщин, стала уже доброй традицией. Наряду с другими известными общественными деятелями она является членом попечительского совета лиги. Для многих это неподъемная история. И вот эта благотворительная акция, это, конечно, под патронажем Елены Николаевны. Это начинание вообще надо распространить по всей России. Потому что это удивительное дело. И спасибо всем, кто так трепетно относится к детям, потому что я с ними работаю и знаю, сколько проблем в их воспитании, в их здоровье, в их становлении и так далее. Так что спасибо и вашему городу особенно. Клиническое исследование сегодня прошли порядка ста детей. Инга Габеши, Адемий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok